Итак, друзья, всем привет. У нас очередная игра на D20L. Играют NoMonkeyBusiness против команды Chilox. С вами сегодня вечером посмотрят эту игру Crystal May и Forsage. Всем привет. Да, всем привет-привет, дорогие друзья. У нас был интересный день и до этого. То есть предыдущие катки были тоже не четкие. Вот. А это самое балансное, судя по тому, что, думает, Винлайн там чуть ли не 50 на 50 ситуация. Так что мы все прекрасно понимаем то, что это будет жестко определенно. Это будет определенно жестко. Ну, Винлайн на самом деле очень часто не угадывает с фаворитами в рамках D20L, во всяком случае. То есть вот на квалах, которые у нас были там по-разному, то есть там, наверное, 50 на 50, но на D20L настолько все рандомно, что фавориты порой просто, казалось бы, вот они явные фавориты, но они 2 по 20 проигрывают и ничего сделать не могут. И такое случается просто сплошь и рядом, поэтому... Вот смотри, насколько близкие. У нас такого еще по мне было. 1.92 на 1.78. Что у нас точно было, так это, конечно же, 2000 ПТСов, которые фрибеты от Винлайн по баннорочку, по трансляции. Вот. Ну да, опять же, это реально супер-мега-классная штука в вопросе того, что мы ждем какого-то хорошего противостояния. Ты знаешь, что мне кажется, что во всей этой ситуации очень сильно решает, в какой форме вообще подходит команда, вот конкретно Кэт, потому что вот что No Monkey Business, что Chilox, вот эти вот ребята, которые tier 2 дивизион, это ж не какие-нибудь там Secret или Tundra, которые вот у них есть план, грубо говоря, отыграть DPC сезон, им вообще наплевать там на какие-то сторонние турниры, на какие-то маленькие вот между собойчики такие, которые там где-то происходят. Они играют сугубо на int, то есть им нужно выложить максимум энергии на матчи в рамках DPC лиги и постараться попасть на мейджор. Вот, они думают исключительно об этом. А здесь команды, они играют очень много, очень много разных турниров и порой у них вот эта вот форма, она колеблется. Вот, например, взять тех же самых Chilox, они прошлые два сезона очень уверенно играли. Вот прям действительно было приятно смотреть, как они камбэкали, как они строили свои драфты, у них есть определенная стилистика. Последние матчи Chilox, которые я видел, блин, лучше бы я их не видел вообще, если честно. Вот, и так можно про многие команды сказать. Возможно, то, что мы сейчас с тобой будем наблюдать, там драфты уже есть, я сейчас переключусь. Возможно, то, что мы с тобой сейчас будем наблюдать, это вот как раз команда Chilox, которая набрала форму, и она сейчас No Monkey Business просто раскатает, а возможно, нет. И то же самое можно сказать и про команду No Monkey Business, потому что ребята тоже иногда играют неплохо, а иногда играют плохо, и вот все вот у них очень сильно завязано, даже нисколько на драф... Мне кажется, что даже драфты анализировать порой не имеют особого смысла. Вот, ну ладно, здесь у нас уже интересные персонажи появляются, да, тут у нас фейсус Войт, ДК. Я думаю, Войт вообще шикарно здесь смотрится, у него есть то, что ему нужно в жизни, да, импетусы, Scarif Mage, который дает очень много дэмэджа, и тот самый инициатор, который будет давать ему возможность не влетать первым. Я даже, честно говоря, не знаю, какой еще лучший лайнап можно придумать. Я думаю, лучше это только Бестмастер, потому что он дает ему птицу, да, которому еще проще играть дотом. Ты имеешь в виду, что фейсус Войду вместе с Бестмастером? Войду, 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 да, да. Ну да, войду, войду. Потому что, типа, я не знаю, какой еще вариант можно придумать еще лучше, и так все шикарно. Ну, вообще прикольно играть на Войте, когда, ну, скажем так, единственный такой вот... Ну, ладно, не единственный, самый главный такой критерий приятной игры на Войте, это та игра, в которой от твоей хроносферы не зависит вообще все. Когда ты попал в такую ситуацию, когда, ну, типа, ты можешь выиграть, но тебе нужно просто поставить идеальную хроносферу, так, чтобы все твои тиммейты дамажили в нее, а главные герои были закрыты, да, у вражеской команды. Вот, тогда такую игру на Войде играть не очень прикольно, потому что... Ну, потому что хроносфера, в общем, это такой, как бы, такая способность, которая достаточно легко промазать, на самом деле. То есть, блокхолом попасть намного проще. Прыгнул, БКБ, блокхол, все. То есть, хроносферу нужно прыгнуть, нужно ее использовать. Желательно, чтобы враг не успел БКБ нажать, да, чтобы он не успел очукуться, чтобы он не успел, там, какие-то спылы, там, ну, типа, какого-нибудь Некрофуса, чтобы он Гошраут не успел нажать, например, чтобы ты его мог подомашить. Ну, и вот много всяких там... Тампларка, чтобы рефракшн прожать не успел. Ну, короче, в данный момент мы видим, что Чиллэкс набирают персонажей, которые нацелены на достаточно быструю игру. То есть, вот сейчас придет Некрофус плюс Пангалер на линию к Вайду и Нчантрос, и, ну, наверное, планируют они там постоять хорошо, как минимум, а как максимум даже этого Фейслос Вайда побить по башке. Вот. Темпларка на легкой линии, тоже герой, который достаточно хорошо себя чувствует на старте, довольно быстро забирает Рошанов, быстро скейлится, очень агрессивно способен отыгрывать. Это типа, да, герой очередной прообжективы сугубо. И когда у тебя эти обжективы, когда ты видишь против себя Вайда, ты думаешь, ну, значит, походу надо сделать так, чтобы у нас было меньше симфайтов, чтобы этот Войт не дошел до своей крайней стадии, да, и мы сделаем все для этого. И вот они, в принципе, и делают молодцы в этом вопросе максимально, что стараются придушить до слотов. Вообще, мне кажется, что Чилоксом на ласт пик вполне было бы сносно взять какого... взять, короче, шедоу демона, вот я считаю, им нужно, потому что им... У них MTD, это игрок центральной линии, он очень такой, как бы, специфический. То есть ты никогда не увидишь MTD на каких-то скилловых героях, типа там на каком Дембере, Шторме. Ты видишь его на Рейзере, да. Ты увидишь, да, его на Тине, на Розоре, на каком-то, на Пангольере, на Сент-Кинге, на Марсе, в Миде, вот на чем угодно, на чем вообще, как бы, мозг не нужен для того, чтобы стоять. Два скилла кинул, пачку пропушил, пошел дальше качать лес. Сейчас цитируешь господина Дэнди? Ну, как, безусловно, такие герои есть. Ну, просто, возвращаясь к цитате Дэнди, он сказал, что он не хочет играть на таких сильных героях, ну, тогда не на что жаловаться. Типа, блин, Дота такая игра... Что, он жалуется? Мне кажется, он не жалуется ни секунды. Не, ну, как это? Ну, вот начнется Кэптанз Мод, и на чем будет Дэнди играть? Как ему надо будет сыграть на Некровсе, он скажет, я не хочу играть на Некровсе, я хочу играть на Лине в миде, например. Хотя Лине тоже далеко не самый плохой мидер. Короче, вот это... Как бой ты драфтит, они в целом не парятся по поводу того, что нужно под что-то подстраиваться, у них просто будет спирит с клопой, ну, ладно, не в миде, они так не в миде, возьмем Лине. Да, слушай, но у No Monkey Business прям очень... Мне прям нравится, на самом деле, что они на драфтеле. Я вот по-прежнему на месте Чиллокс призадумался бы насчет вот какого-то пика сейва, потому что мне кажется, что жестко зажать Вайда, то есть им нужно Некрофос плюс Пангальера, если это пара на сложную. Им нужно очень хорошо, ну, как бы отстоять против Фейслос Вайда, чтобы зажать его, и чтобы он вообще ничего не смог. Ну, короче, мне нравится. Шили Шак здесь шикарный, я согласен с тобой, мне тоже очень нравится. Из, наверное, минусов, это то, что ты герой с большим количеством ХП, и здесь вроде как есть Некрофос против этого дела, и Шива то же самое там собирается и так далее. Но в целом, нет, серьезно, мне вот, вообще без претензий, у No Monkey Business смотрится все настолько структурно, грамотно, да, насколько это вообще возможно. В случае с Чиллаксами им намного сложнее здесь доту играть, нужно очень много факторов учитывать. Линии везде у No Monkey Business сильные. Понимаешь, что не то, чтобы у Шиллок все плохо, но все же. Да, и что-то как-то я вот насчет Плеба на Темпларке, я вот не уверен. Для меня Плеб — это вот игрок трех героев. Это Манки Кинг плюс какой-нибудь... Манки Кинг, Медуза, Морфлинг. Вот три его персонажа, на которых он играет прям отлично. Вот. А ребята из No Monkey Business, ну... Как бы, я не знаю, там Ксани вроде хорошо играет на Вайде. В общем, ладно, давай смотреть. Что из этого получится у нас? Что из этого? Да. И тут ласпикается Пугна. Вот я, кстати, думал насчет Пугны. Пугна тут хороший герой, против Skylish Рока отлично будет работать, то есть это все-таки кором герой должен быть. Это относительно такой, как бы, эскейп против Faceless Вайда, но... А подожди, откуда он будет кором, если тут для него нет спейса на кором? Ну, погоди, ну, Пангалерник, Рофсон Хармин. А, Пангалер 4, да, точно, точно. Майбет, майбет, моя ошибка. Вот, и... То есть Shadow Demon — это герой, который, ну, прям идеально сейвит, а Пугна всё-таки это герой, который... Ну, ты декрип дал, а тебе туда ультская мага залетает. Да-да-да-да-да-да. Поэтому это не... Это типа декрип будешь Вайду кидать, на самом деле. Ну, да, да, но у Вайда ведь БКБ появится, понимаешь, в чём прикол-то. Если у БКБ появилась БКБ, он поставил хроносферу, а ты темпларку в декрип спрятал, то Вайд такой со своим БКБ смотрит на эту темпларку и не знает, что ему делать. А лишь Рак со Скайем знают. А лишь Рак со Скайем знают, да. Поэтому... Поэтому реально очень интересно посмотреть, что из этого у нас получится. Ну, повторюсь, плеб на темпларке, друзья. Не веришь ты в него, да? А в Ретроград с Иллюжным веришь? Ретроград — это Ксани же, да? Так, Иллюжин, Мелис, Эго. Блин, настолько вот вообще тяжело что-то предсказать здесь. Да я вообще что-то как-то... Я вчера просто смотрел игру, вот эту вот... Ты смотрел последнюю игру... Цис Реджекции? Я пометировал её. А, ты по этому, да, смотрел. А, ты параллельно, наверное? Самую последнюю игру? Нет. Я смотрел первую, вторую, плюс-минус. Последнюю совсем... Ну, короче, я после последней игры, я вообще... Я понял, что... Ну, типа, ну как так-то? Типа... Я ожидал от этой игры, что... Ну, как бы выиграют Радиант. Ну, как это Радиант, они там играли с Радиант, это были Майндгеймс. Я думал, что им будет тяжело, но они камбэкнут. А они просто за 20 минут их задавили так, что, ну, типа, как так вы играете с Кэрри Некрофусом против Тимбер Лайнитесь, а Тимбер Линни у вас выигрывает. Ну, чё это такое? А, это причём путёвка за мажор была. Ну. Да, да, это она самая. То есть я... Я как бы после этого я уже боюсь хоть что-либо говорить вообще в Доте, потому что... Да, не, не, ну, камон, ну что бояться? То есть, знаешь, комментировать невозможно, если бояться ошибиться. Это нормальное состояние, когда комментаторы несут какую-то лютую дичь. Не, я не боюсь нести какую-то лютую дичь, я в этом эксперт, но, скажем так, я замечаю, что мои прогнозы в последнее время не особо сбываются. А, окей. Не знаю, я как-то вроде, ну, вроде спокойен по этому поводу. Ну, опять же, здесь серьезно. Вот, на мой взгляд, Новоманки Бизнес гораздо проще реализовать то, что у них есть. Да, понятно, что у пацанов из Челакс есть хороший набор героев. Опять же, Пугна, мне кажется, реально класснейший герой для пика именно против Льшака. Но, опять же, да, по тимфайту, по сложности употребления драфта у Новоманки Бизнес все намного-намного приятнее. В случае с Челаксами у них очень крутой драфт с точки зрения темпа. Да, они очень хорошо убивают Рошанов, они очень хорошо сносят Тавара. Пугна, Темпларка, это вообще, ну, типа, если они за 15 минут не сносят первую линию Таваров всю, то у меня возникают вопросики довольно серьезные. Причем, что самое жесткое из этого всего, что, если честно говоря, не особо есть, чем отпушивать хорошо. Если убрать Льшака из этого драфта, то в целом, ну, ты просто такой думаешь, а че, а как это дефать против Темплара, Ассасин и Бугны? Да, когда они подходят к Тавару, что ты делаешь в тот момент, когда ты подходишь к Тавару? Ничего. Ты не дефаешь его, то есть тебе нечем отпушивать, тебе нечем спамить, чтобы отзвойти оппонента. Это проблема. Это проблема, которая будет ощущаться вот первое время, пока у МТД не будет возможности... НМБ, господи, МТД. У НМБ не будет возможности как-то уже устраивать имфайты полноценные. В общем, мне кажется, что самое главное для команды No Monkey Business это не проиграть линии в Салат. То есть вот очень важно линию Void плюс Enchantress отстоять хорошо. Ее можно отстоять хорошо, потому что Инча контрит довольно-таки сильно здесь Некрофос. И больше... Ну не в начале. В начале этого шрауда-то нету. Он же там качается вообще 3.03, типа 3.02, вот это вот все. Да, да, да. Ну, возможно, он действительно шрауд брать не будет, но тем не менее, то есть он Деспульс нажал, Пангалер там первый-второй спелл нажал, ты на вайде выкатываешься, Дилейшн бахаешь и, ну, очень грустно становится и Пангалеру, и Некрофосу. Плюс еще ты можешь сыграть исключительно на, как бы, такой лайнинг стадию для Фейслос Вайда, то есть ты будешь 10 минут стоять на линии качаться, для этого Таймволк нужно замаксить. Как только Некрофос первый спелл нажал, ты Таймволк, фулл ХП восстановил. Все, очень классно. Вот, так что да, мне кажется, что эту линию отстоять можно, ну, Инча это сильнейший лайнер, если ты не можешь отстоять с саппортом Инчантрос против Некрофоса Пангалера, значит, скорее всего, ты ни с каким другим саппортом отстоять эту линию тоже не сможешь. То есть, ну, с кем? С Сороклом не сможешь, с Дазлом не сможешь, там, с кем? Кто еще там сейвичи есть такой сильный саппорт, с Андайингом тоже, скорее всего, не сможешь. Хотя, Андайинг это такой герой, который реально может там бой порой удивить. Так, что у нас тут на линии ДК плюс плюс Кэверсмейдж тоже, вроде как, все в порядке. Лайн, да, такой не особо убиваемый, то есть, пока левла нету, ты ничего не сделаешь особо против Бэйна, а Тембларка, ну, че она, ну, она бьет, конечно, у нее по ресурсам все будет окей. Кстати, здесь мы видим, что она не добивает крипов, что ничего-то у Плеба случилось. Кстати, здесь есть подсцепа, но, опять же, замедла никакого нету, Плеб просто воспользуется возможностью дать один подзатыльник Каева, пропустив парочку крипов. Ну, че, да, такое, еще и рейнджевика дает, ну, то есть, Наташке ты против ДК обязан, конечно, нормально стоять, то есть, не то, чтобы из причины для того, чтобы не добивать крипов. Да, это плохо. Будь Мелес еще со станом, я бы понял, но он не со станом. Со станом он у тебя динает рейнджевика стабильно, ну, может это делать, да, при желании, обычно так оно и происходит. Здесь чел играет с Драгон Брифом. Что хочу сказать, вот, у команды Чиллокс Мэйби Некст Тайм играет на Пангольере, он очень хорош на этом герое, то есть, на саппорт позиции, это как раз, вот, умение играть на саппорте Пангольере, о, смотри, Тайм Дилейшн пошел, начали напрягать Некрофоса, Некрофос же жрал. Двойное замедло. Да, очень ему тут не классно. Ой, как прокает-то еще, уууу, вкладка для Ксани Фестблайдик прилетает. Кайф, че? Ну, я не знаю, да, ну, начинается вот это вот, то есть, мы понимаем то, что мы волновались за ленинг стадию у науманки бизнесов, но че-то у них пока все окей, а если у них хорошо все на линиях, то дальше продолжать игру будет, ну, достаточно спокойно, честно говоря, так что начинаю волноваться немножко за челаксов, дорогие друзья. Ну, так, слегка пока что. Пока что ощущения. Чисто чуть-чуть, чуть-чуть переживаем, так сказать, да? Да, да, немножко, немножко. Переживаем сам. Я, честно, я, я скорее даже, вот, ну, подсознательно, я просто болею за драфт на ума-манке бизнесов, потому что, ну, она такой вот кайфовый для комментатора, да, там, мне так достали вот эти темпларки постоянно в каждой игре, вот, тут в каждой игре, там, темпларка, темпларка, ДП, Сент-Кинг, темпларка, темпларка, ну, сколько можно, дайте, ну, хотя у Радиент у них тоже, да, ДК, энчантрыс, вот, такой, как бы тоже пик не сказать, что сильно разнообразный, но все равно, мне тоже как-то, да и наши пацаны, как бы, ноу-манке бизнес, в принципе, кстати, Чилакс тоже наши пацаны, ну, по большей части, там, Ладин, там, Плеп, он вроде болгарин, да, тоже можно сказать, что близкий достаточно, да, ну, короче, ну, все равно, как-то, ноу-манке бизнес, они как-то поближе, вот, ну, и плюс, повторюсь, Чилакс, они были немножко не в форме в последнее время, и, вот, непонятно, как, и Плеп тоже не на своей, не на своей короночке, так что, так что смотрим, вот, пока, вот, я тут заглянул к нашим партнерам Винлайн, и увидел, Кристалл Мэй, что бы ты подумал, 1.85, 1.85 я увидел, бро, не, подожди, это у тебя не обновились еще, сейчас обновятся, у меня вот обновились, и там, знаешь, еще 1.43 на 2.4, оу, 2.4, я так понимаю, это на Чилакс, да, 2.4, это на Чилаксов, и, как бы, ну, мы прекрасно понимаем, что Винлайн со мной согласны, потому что, ну, игра начинает проигрываться, и дело не ФБ для Вайда, дело в том, что, как бы, такой драфт, который должен выигрывать линии, пока не смотрит, ну, у темпларки нет ничего, это неприятно, ну, то есть не то, что нету, просто могут, могут начать резко играть в доту, то, мейбин, экстанем, за курьером погнался, в итоге фиданул, или он специально, нет, наверное, он за курьером погнался, но уже понял, что курьер не догонит, ну, хоть фиданет, чтобы с полными ресурсами вернуться, я просто хочу сказать, что нельзя торопиться, вот, с выводами, когда у тебя, когда против тебя в миде пугна, когда там на харде какой-то некрофос, эти герои, они, поверь, могут и, там, без этой темпларки, очень долго тянуть лямку победной игры, то есть тут, грубо говоря, пугна ставят, вот, что такое варту пугны, варту пугны, это огромное количество урона по лишироку, и снижение спелл дэмэджа на 25%, то есть, ты представляешь себе, что такое для лиширока вард пугны, это просто 25% твоего дпс, нафиг улетает вообще в помойку, это же очень жестко, очень жестко, это очень жестко, и плюс это еще дамажит, и как вначале играть, вот, не совсем понятно, тут пытается лиширок прожечь на руне, ловит в ботл руну невидимости, с этой руной невидимости, наверное, теоретически что-то можно было бы предпринять, но Егор пока покачается, интересно, что он за билд захочет себе в этой игре, по-хорошему, ну, то есть, у тебя два, у тебя, в принципе, всегда два варианта, как билдиться на лишироке, либо на, на любом герое, либо на драку, либо на фарм, да, если ты хочешь на фарм, то это, наверное, какие-то там травола БКБ, потому что тут в БКБ тебе, ну, только Бэйн может сбить ультой, телепортацию, а если ты будешь постоянно летать по сайдам, и, ну, очевидно, тяжело ловить, да, вот, слушай, опять, хроносфера, хроносфера пошла, да, окей, окей, импетус прокает башек, и коса, пошла коса, и теперь он мне точно не убить, катапульты, и одновременно диаболиками на двоечку, и продолжает жарить, снова нажимает сейчас в диаболике, скорее всего, да, нажимает диаболике, потому что почему бы, блин, и нет, и ему просто пофигу, МТД, кстати, не ставят, Варт вот сейчас, наверное, будет ставить, Сайланс на него, Бальвишен, Скай снимает пакет с головы Егора, ну, тут очень прям опасно играют у нас, ээээ, ноу-монки бизнес, я тебе так скажу, и, мне кажется, очень классно, что Леший здесь купил ранний себе рейндроп, и таким образом, имел возможность вот так нагло стоять, то есть, он явно взял его для того, чтобы продушить пугну больше, чем она душит его по поводу товара, и, в принципе, по поводу линии, и поэтому, наверное, идея была именно в этом, взять такой ранний рейндроп, ну, вроде как живет, хотя очень сильно делаешься, МТД баш трохнет, а, хотя и так он лежит, очень сильно, для ретро-грейда, это фрифарм для ретро-грейда, у него, к Сане, все очень хорошо, я что хотел сказать, раз мы поговорили про коэффициенты, напомню, что, опять же, фрибет имеется по трансляции, по баннерочку от винлайнов, но, я прогнозирую, что кэф это будут, как раз таки, в сторону челаксов, немножко подрастать, да, потому что, у них все-таки пугнастым пларкой, и рано или поздно, в ра начнут падать активнее, Рошан будет забираться, возможно, и вот это вот все, так что есть подозрения, и шок, тем временем, на ультимейте, влетел, нажал, стан, не попал, ни по кому, диаболик ты-то можешь нажмешь, братан, нет, так нормально, тут все умирают, мтд, мтд, бежит, муспит, у него дикий, но замедление, очень много, бластуха на развороте, не помогает, очевидно, 5-1 счет, какая доминация у нас, ноу-монки бизнес, кайф смотреть на такую игру, 5-1, реально жестко, это как раз то, что, то, что, что-то я запутался, заглянул в телефон и запутался, короче, это то, что и нужно, вообще, ноу-монки бизнес, немножечко на лайнах, так сказать, сделать красоту, ну да, они сделали ее, на самом деле, то есть, это уже, вот тот момент, когда, когда ты на войди, начинаешь расслаблять булку, что ты понимаешь, что все в порядке, у тебя фарм хороший, у противника, у Templar Assassin, вообще ничего особо нету, на миде драки, проходит хорошо, твой мидер фармит, пугная на днище, все просто, замечательно, можно даже не особо форсить драки, с каждым, с каждым кд хроносферой, но в целом, можно попробовать, но нет, Тартагет возвращается в леса, все, копаться в лесах, и ничего не делать, оптимальный план, пока твоя команда, способна создавать, спейса, она способна более чем, потому что у всех все есть, ДК там, допарнует свой блинк, дегерочек, Лишак, соответственно, продолжает получать своих крипов, на миде, можно ему, кстати, тянуться на топ, помочь снести вышку, топовую, но проблема все в том, что если он ливнет с линии, то надо туда засунуть, какого-то саппорта, потому что иначе, пугна просто уничтожит тавер, ну, если пугна уничтожит тавер, это не так страшно, так, что тут, смотри в окошко, что там, я смотрю, что тут, по селе, свое хроносферу ставит, прекрасно, главное, чтоб Егор не, я, кстати говоря, узнал, что Егор, это оказывается, наинтин, написали, что Егор, это наинтин, помнишь такого игра, да я и под Егором, его больше помню, честно, я вот реально только в курсе, сейчас, что Егор, это наинтин, оказывается, ну, я к тому, что, как бы, это не самый, такой плохой игрок, в доту 2, который есть на просторах, тир 2, и сингтин, ничего себе, вот это, ну, блин, я реально не знал, что они вместе с Рюжина, мы катали в униках, подозреваю, возможно, тут у нас, что, будет ли стан, стан есть, русская мага, 8 фраг для команды, но, monkey business, все пока что, идет по плану, какой дракончик маленький, ага, такой сувенирный, чисто, да, в детский, вот то, что, вот приговорили его за финсгрипп, это, конечно, обидно, но, с другой стороны, его не косовый, должны уже давно, а, его косапы с финсгрипп, ну, тут вообще, да, беда, на самом деле, таргет сплы очень сильные, у Чилокс, у них, у них всегда есть возможность, камбэкнуть в этой игре, потому что, ну, потому что, это, вот, ульт бейна, плюс, потому что, антимак не будет блинкаться из-под когов, да, да, потому что, фейслос воид получит, вот, реально, там, пару спллов, эскейпа же, вообще, никакого нет, то есть, вот, у ребят, из, ноу-монки бизнес, у них ни одного персонажа, который способен засейвить, у Чилокс, у них, в принципе, есть декрип, в некоторых ситуациях, это помогает, и, в принципе, есть третий спелл, ээ, бейна, то есть, это иногда тоже может помочь, засейвить, там, ну, не знаю, от какой-то, от стана, или широка, хотя бы, возможно, это будет критично, знаешь, там, задоджить, бкб нажать, там, что-нибудь в этом духе, вот, поэтому я бы не стал, да, 8-2 счет, я понимаю, что это Faceless Void, который, скорее всего, свои вещи в этой игре получит, я, ну, очевидно, он получит свои вещи в этой игре, то есть, вам, команде Dair, придется играть против Вайда с молниями, и бкб, как минимум, это 100%, но, это вообще не факт, что этот Void эту игру выиграет, потому что, это DDSL, ребята, привыкайте, тут такие заливные бывают, что, я таких заливных вообще никогда не видел, тут плюс. ДК, мы с тобой видели одну катку с антимагом, причем, мы с тобой две катки с антимагом видели, одну катку с антимагом, где был рэперос в этой лиге, и одну катку с антимагом, где не было рэпероса, в DPC квалификациях. И причем, обрати внимание, эта команда, а Реда, которая, вот, этому антимагу, такую хорошую борьбу навязала, на самом деле, вот, Бреймом, они сегодня просто отлетели, две игры, вообще без шансов, от, новой, которая, ну, на самом деле, не сказать, что... Раздумя заменами, которая не выигрывала месяц, больше, больше, чем месяц на официалках. Тут, ревильнулся смок, но в любом случае, это был бы смок под, так, ретро грейд, с храносферой, хочет залететь к Санич, смотрим, разфера на пугну, пенсгрип, новенно, снять пенсгрип, как-нибудь, и как, и кассу, что за мемы вообще он делает, зачем он просто влетает в пугну, когда знаешь, что там два контроля. Ладно, убили пугну, в любом случае, хотя бы какой-то позитив имеется, он ми тоже получает по щам стан, и просто золотой дождь. Тут что? Бэйн, Бэйн найти, Бэйн найти, стэп out, стааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Красиво могло бы быть, но Егор отменил, потом все-таки нажал. Не, ну знаешь, в таких ситуациях нет смысла отменять, ну че, ну не отменяй стан, ну не снес, ну ничего страшного А вдруг он порталится на какую-нибудь Т2-вышку, куда до этого порталилась темпларка Ну чисто теоретически, такое же может быть Вот, и тогда плюс фраг в копилку Ну вот, знаешь, очень плохо то, что Void у нас второй раз подряд погибает, ну для No Monkey Business, конечно же, плохо У него замечательный кадар, кстати, вообще просто похай Да, замечательный кадар, но Чилокс тем временем у них на самом деле Ну, темпларку-то никто не трогает вообще И знают, ребятки, что, блин, и у Овнида такая вообще, такой затар прям красивый, 6,5 тысяч нетворса Тут тебе и Гуд, и Форс Став, и попытка выйти, я не знаю, что это БКБ будет, или Сэншкая какая-то Ну не знаю, может вообще как-нибудь Элибарда Я же сказал, что сейчас реально кайфы пойдут в другую сторону Просто по этой причине, то, что сейчас начнется вот этот, тот самый снос товаров Да, и мы увидим ситуацию, где у тебя погнастая барка начинает раскрываться Потому что у них все-таки темп лучше, да, у Чилокс в принципе темп лучше по игре Встану тем временем пошел, Бэйна, вкусно Ультимейт Ну, пиковают ребята красиво, но видишь, они очень, ну, вард сломали То есть вот вы убили Бэйна, получили 256 голды на команду, да? Но тут задевардили вард, это 125 голды примерно, там 150 И при этом, то есть у вас вижена становится меньше То есть Бэйн-то зареспавнится, а вот ваш вард, он зареспавнится не скоро Так, плеб, ты чего тут забыл, братишка? Или плеб сейчас скажет, что тут Егор забыл? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Там, а, а, замед... Си-блейд не пробивает, плеб ошибается Есть ли какая-то помощь здесь плебу кажется, что... Лишак, кстати, добили все-таки Лишак он от ловушки умер, там где-то он еще взорвался Ну, кстати, киллстрик получается и лил плеб, так что оно того стоило даже Но милес на МНТ, ультимейт от Ладина Но тут вопрос-то в том, что МНТ прокатился, паскай, ускайта погиб Остальные все-таки живы, вроде как, конча Не понимает, куда и бежать, в какую сторону Рейндропы у нее, кстати, есть Пугна может, но она займется сейчас ретроградом Ксани, Франсфера по двоим Найтмар уже был использован Идеальный тайминг Франсфера, кстати Капец, как обидно, потому что Найтмар Так, Мэген Экстэйм пытается телепортироваться здесь Будет ли стан? Немножко не туда, блин, тянулся ДК Потратил Найтмар на Дрэгон Найта Ладдин, если бы... Ну, он Оставил бы его, и сейчас Нажал бы на Вайда, то тут можно было бы даже, наверное, Развернуться Вот Ну, опять-таки, Тэмпларка очень большая Вообще, вот, ну, то есть Вообще ни разу не Фри игра для Фейслос Вайда Вообще ни разу Ну, пока что Сейчас это пик силы Тэмплара Сассина Взялся Дезолятор Дрэгон Лэндс Второй пик силы будет на БКБшке Сейчас, естественно, у него будет Рошан Она за этого Рошана, за этот Эггис дофармит все БКБ И вот это самое страшное Если вы это переживаете, да, будущее Но у Манки Бизнеса То вы выиграли в Доту Если не переживаете Ребята, ребята, кажется, понимают Что соперник идет бить Рошана Потому что карносфера потрачена У ДК, у него есть огонь Он прыгает, все вливает Это моментальный минус Ребен Экстайм Но ДК Сильно поплатится Коса И в целом Они выигрывают время сейчас Нет? Или они смогут продолжить Лишаку Где Лишаку? Возвращаться надо Лишаку Впрочем Это очень на тоненького сейчас ситуация Крип дает вижен Овнет из-за того, что Косой сделал фраг Получил очень жесткий хапориген И полностью восстановил ману плюс здоровье По сути поменяли ДК на... Панга, да На пангале То есть размен совершенно никудышный Для команды Радиент И плюс Аегис для Плеба Теперь его надо будет убивать дважды Вот, для того, чтобы отправить его в таверну Хватит ли ресурсов для того, чтобы Плеба убить хотя бы один раз Это загадка Ммм... Да я думаю, что ему сейчас просто не надо драться, да? То есть эти пять минут Можно потерять таверну Это само собой Это само собой Ну как, хроносфера появится Подраться, скорее всего, нужно будет Чтобы как-то темп держать Потому что если хроносферу ты никогда не используешь То правило доты... Аксиома доты гласит следующее Что Фойстлосвоид фармит медленно Даже с молниями темпларка фармит быстро Потому что он еще объекты забирает Вот И если ты не ставишь хроносферы на фойстлосвоиде То, скорее всего, по фарму ты проигрываешь И тебе хотя бы там в саппортов Там в каких-то двух Воткнуть хроносферу Убить их и пойти дальше качаться Это вот то, что тебе нужно на самом деле Так, Аладдин здесь задевардил Эго Ну, Аладдин не зря не уходит, я думаю И очень зря Эго здесь попытался как-то дальше Вот что-то делать Как-то... На, не хватает все-таки здоровья Пытаться как-то дальше вот здесь вот Ковыряться вот с этим Бейном Очевидно, что ты его никак не убиваешь У тебя ничего нет, ни крипа, никого Так, а Егорка у нас уже приобрел БКБ Дальше мы видим у него Сэнджи Края, дальше Шива Самое обидное было то, что у него осталось буквально 100 голды-200 до БКБшки в момент взятия Рошана Если бы у него было это БКБ, да? А если бы буквально... Совсем немножечко... Ну, вот как раз того Бейна убить, да? Который, который... Ну, он бы там на самом деле развалил бы вообще всех там, да? То есть у тебя косы нету А Финсгрип скорее всего тоже отсняли бы То есть в целом тебе ничего не другое Слушай, интересно, успеют ли протрейдиться здесь? Пошли массовый телефон Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая ошибка Спасать, не спасать, спасают Спасать Ну, БКБшка есть, можно депаут просто нажать Егор, депаут, депаут, все хорошо Все правильно понял Иллюжен, правда, подставился Драгонай тоже тепаут нажал Тут, ну, идеально, идеально Суперстяжка, супермного времени Челаксы сейчас тратят Из минусов, правда, они притпшились на ту сторону, где есть ктовара Ну, и минусы, конечно, для Манки Бизнеса Да, да, ну, было бы логично А чем еще делать? Да, Челаксы... Но при этом они спушили Т2 вышку в боте Ты прям так топишь за ноу Манки Бизнеса, а я, наоборот, ищу хорошие стороны для команды Челакс Но они не забрали Аванпост То есть, вот им надо сейчас вернуться обратно в Большой Льест, Аванпост забрать Потому что, ну, Аванпост, это, конечно, Рейдиантовский Аванпост От него к Рошану не телепортнешься, да, и Дайровский Аванпост нам намного важнее в этом отношении Но это Икспа А Икспа, это, извините, меня тоже очень важно Там, это дополнительные таланты на уровнях, на ключевых Это саппорты более мощные, у них более мощные сплы Тот же самый Скаймак, вот он, мы видим, что... Скаймак, кстати, приобрел себе Вайлл в Дискорд И дальше хочет себе купить Доминатор для того, чтобы... Вопрос, вот, нафига ему Доминатор Я понимаю, зачем он хочет купить Доминатор, но у него есть не Чантрос в команде Вот, я думаю... Да, но у нее конечен иншит А Доминатор бесконечен Хорошо, хорошо, хорошо Я думаю, что в этом вся идея Ведь все-таки Гарпия, она же не каждый день спавнится, поэтому... Ну, ладно, тут ты прав, да, хорошо Готов согласиться Из минусов я бы сказал то, что им демэджа не хватает внутри хроносферы Против того, что она кикана Вот, ну, типа, да, но надо больше, надо больше до всей грязи Ооо, прокатка по Илюжину сейчас будет Он пытался за... в армии здесь аванпост Это коса? Или закануть коса? Да не, можно, плюс реген получить, почему нет? Сайланс повесил Скаймак, в итоге косу не получилось реализовать Два Блэкинг Бара, один у Вайда, другой у Тэмпларки Но проблема в том, что более ультимативный контроль в БКБ есть у... Ничего, ничего С Глимером она Глимер? Он прям борзеет, конечно Одна минута у него, а Егис, он прям борзеет прям... Прям напрашивает Не, ну понятно, что вот одна минута пока есть еще, можно, конечно, поборзеть Но стоит быть немножко поосторожнее, потому что стоит получить какую-то хроносферу И ты, собственно, все, приплыл Ну ты знаешь, слушай, там нету Ская, у Драгонайта нету ультиммейта Собрать тебя никто не будет действовать сейчас, им всем пофигу Никто не... А кроме этого, потратил хроносферу, если ты ее не реализовываешь, а тебе надо дважды убитым Пларку, то ты потерял сторону, по факту Ну, скорее всего, да Ну вот Так что нет, сейчас надо зачилить Зачилить надо... Чилоксом? ...изноуманки бизнесом, не чилоксом, наоборот Надо форсить все, что только возможно Типа чилоксы зачилить Да, чилоксы должны зачилить, да Но... чё там... чё-то пока они наоборот Да, появилась ДД и... Лахеры Да, Иллюзион дисконнектнулся По поводу дабл дэмэджа, его можно снять вторым сплом инчи Но как-то порой... Энчандрос часто бывает не до этого Чтобы снять вторым сплом инчи дабл дэмэдж И еще этот момент нужно проконтролировать Ну, Скай, надеюсь, вернется к нам скоро Уже на все будет хоккей Пока ситуация довольно... Ну, она такая Она идет вот прям по правильному пути от чилоксов Но мы понимаем то, что в целом Камбэк-механика есть более чем присутствует И я думаю то, что... Но Манки Бизнес понимали, что при таком темпе, который был напикан у чилоксов Они могут оказаться в этой классической ситуации Где у противника первый я Рошан Она не сносит тебе все внешние вышки Ну, а вы занимаетесь тем, что играете вторым номером Вопрос только в том, насколько хорошо вторым номером умеет играть Манки Бизнес В целом, честно говоря, выглядит так, что они играют им неплохо Потому что мы видим, что по нетворцам они не сильно уступают При такой-то номинации Одмен решил поддушить Интернет Проблемс Мне нравится классикал Russian English А что не так? Ну, what happened with illusion Это русский, типа, что случилось с человеком Ну, правильно же, what happened to Ну, я, конечно, не прав Я считаю, что это правильно Надо уметь говорить Что это за ошибки Все правильно Кто-то стал умнее после этого стрима Пожалуйста, только нет Надеюсь, я Да Мы здесь деградировать пришли Ничем другим заниматься точно не смирались Случайно получилось Что там чадик у нас? Интересное Я думал, ты скажешь, что там винлайн у нас А, ну, это Это дорогое Так, что у нас там у нас По-моему, кстати, нету ввоков на первую карту Есть на все остальные А, вот, появились 1.56, слушай, в сторону Челаксов и 2.20 На No Monkey Business Мы уже говорили о том, что это достаточно Классическое поведение коэффициента В таких картах, где у тебя одна команда Должна играть первым номером, но при этом всем Она играет в early game стадию слабо Да, где-то там фидит и так далее Особенно Керри, если она фидит, то вообще Тем более и фестбат отдает и так далее Соответственно, коэффициент сначала в одну сторону, а потом в другую сторону уходит И вот сейчас они ушли в сторону Челаксов Ну, мы понимаем, что в целом шансы у обеих команд довольно высоки Ну, а у вас высокие шансы на то, чтобы забрать себе 2000 фрибетов Сами знаете, куда отправляться Именно по трансляции по баннерочку Так Так Тут у нас Unpause 0, молодцы, парни Unpause 0 уже хорошо Заканчивается Аигис Ждем блинкдаггер на Лилплебе И уже после этого начнется жаришка Потому что у Лилплеба скоро 20 левел Там вообще кайф Вот Я полностью считаю, что им надо будет просто смакануться И пойти, соответственно, уничтожать людей Ну, это делают у нас No monkey business Реализация хроносферы То, о чем говорил у нас Никитос Он говорил, что надо хроносферы реализовывать Иначе Войд, значит, оказывается у Пустого корыта Ну что-то куда-то ребята совсем куда бегут И вообще не палится Ну что-то куда-то ребята совсем куда бегут Там Enchantress Да, там, да Помигал Анна Денчада Вардела Этот Драгонайт откинул свой фаербласт на мидл Короче Что-то как-то они совсем не палятся Ну понятно, да, куда мы бегут Так, а Егор, что у нас? Егор, кстати, Блинк приобрел То есть тоже вот так вот стараются агрессивно отыгрывать Разница довольно большая между Пугной или Шираком Довольно большая Но существует разница и между Некрофосом И Драгонайтом И Драгонайтом Да, Драгонайт сейчас По крайней мере, пока у него нет БКБ Он достаточно Ну, такой уязвимый То есть вот он влетает в какую-то драку Дает стан Там начинает кататься Пангольер Работает вард Пугны Некрофосауры Прожигает Идет какой-то спам Бласты все время Что-то Темпларка кого-то бьет И ты гниешь вот постепенно Под этим под всем У Лешрака с Фойстал Свойдом У них БКБшки имеются Поэтому они в принципе не осудят Темпларку с дабл дэмэджем Нужно быть Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой БКБ стан Попытка выйти Или не попытка выйти Ульт Скаймага неужели Блеф Все-таки живет Капец Ну это Аладдин Да, Аладдин красава с Найтмэром Надо Мелису делать тэпаут Еще блинкаут Но ему сбивает блинк Он ми Надо уходить Надо уходить Да, есть хроносферы Да, есть БКБшки Но не на Лешраке А только на ретро-грейде Но все-таки ретро-грейд Но все-таки ретро-грейд Уходят Капец От нас только на тоненького Прям Кстати, если хроносферу бы еще поставили Ну да, но очень далеко был Фейслес Войт В итоге мы имеем Минус Скаймаг Но размен БКБшками Минус БКБ на Темпларке Минус БКБ на Лешраке Очень Близка Ну короче Ситуация Вот я не знаю Если одну драку проиграют Рейзин То Это конец игры? Я думаю Мстису сторону Они будут продолжать бороться Потому что у них есть хорошая Хорошая Кнопка, да, красная Которая даст им возможность Ну да, если Если они проиграют драку Рядом с Рошпитом То Возможно Даже минус две стороны Потому что там наверняка Будет заюзана хроносфера В этой драке Короче Прогнозирую как будет Смотри Начнется драка Рядом с Рошаном Если чилокс Ее выигрывают То это минус две стороны И просто Не рядом с Рошаном Сейчас будет стан На пангольер Минус четверка Форма была прожата Хроносфера была не прожата Четверка то четверка Но у четверки пять с половиной Канетворс Это самый богатый саппорт на карте И довольно большой левел Войду ведь еще очень важно Вот один из ключевых уровней На войде Это двадцатый Потому что на двадцатом левеле У фейслос войда Появляется талант На скорость атаки в хроносфере А сто двадцать единиц Скорость атаки в хроносфере Это извините меня Нифига не мало Это очень много И если ретрогрейт Успеет докачаться Ну вот Рошан полторы минуты Ну наверное не успеет Там дай бог восемнадцатый апнусь И вкачать ультимейт в тройку Слушай Очень много ловушек И по этим ловушкам Постоянно бегают игроки Новоманки бизнес И это конечно очень калит Так Егор Ну прям борзеет откровенно Тут лотус Нужна помощь Стан попадай Да не ну невозможно его убить Ну невозможно убить Некроча с таким закупом Будучи одним единственным Дископони На районе Дископони то кстати остался без маны И это игроки Чилокси понимают И Надо сваливать по хорошему Надо сваливать А Овни то фловый МНТ пошел раскачка С блинка Влетает Скай Скай пофигу Отдайте Скай Отдайте еще Не страшно Ну Егор конечно Егор конечно Да Егор устраивает С вами представление Немножко на НТ Ну стоило бы Обдумать свое поведение Потому что в данный момент Он просто уничтожил двух саппортов своих В чем ни за что по факту Да там никто даже БКБ не прожал Финсгрипов не прожал Похоронил пацанов Да Да Но косы нету кстати И вот сейчас Если ресунсы саппорта Точнее ресунсы Если сейчас Нажать смокески То без косы то И прокатки панга Будет сложно Смок на варде Леди и джентльмены Хорошо Смок на варде Энчантра спавнится ДК ревиль ДК ревиль ДК с гемом кстати Вот это капец как важно Вот этот гем Это супер важно если что Потому что Надо все эти ловушки Дивардить срочно Радиентом Потому что они бегают по ловушкам Все время команда Чилекс готова Ты не можешь нормально Дать хроносферу во врага Когда враг все время к этому готов Воид это Такой знаешь короче Как Как диарея Он должен быть внезапным То есть вот так вот Резко выпрыгнул Хроносфера туда-сюда Бам-бам Всех убил Вот А если тебя все время видно То внезапности Никакой не получается Ну вот там Крипочки что-то продевали Только что Крипочки раздевардили Этот Трапу Из-за этого Плеба Плеба видит Плеба видит опасный момент Плеб все знает Из-за того что Понятно было что Драгон Найт идет рядом с гемом Из-за этого Крипы увидели ловушку Из-за этого Соответственно ловушка Спалила смок Плёд от Мелеса Ну ждали Ждали Все это навижение еще происходит Грязно Грязно Нету хорошего смока Нету возможности Реально Вот все это Из-за того что Ты не можешь отключить гем Пора бы уже научиться В смысле сделать в доте Отключение гемом Выложить его в бэкпэк Так, а теперь что? Теперь дайеры будут смолы нажимать? А теперь GG, чё? А теперь дабл дэмэдж в боте ещё... Ну, правда, есть Боттл у кого-нибудь? А Боттл есть у Лешрока. Ну, а почему? Дай Боттл 19. Дай Боттл, чел. Вот он, вот он идёт, идёт, идёт. Позвали, он подошёл, с блинка вошёл, дали Боттл. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, это знают, кстати, Чиллоксы. У них яулов никаких нет. У них яулы ни одного нет, чтобы сбить дабл дэмэдж. Ну, Войт может... Чиллоксы всё видели, а Драгонайта надо было подойти и раздевардить всё у них трэп потом. Взял талант на диспел от Мелда. А чё он будет диспелить здесь? Я не знаю. Замедление инчи диспелит, дебаф на минус урон от ДК диспелит, дилейшн диспелит. Ну, ладно, не так плохо. Просто стоят на смоу кривилиса, мэбин их ставим, ставят апсервер, врывается вперёд под лотосом, БКБ плюс тан, как-то слить быстро получится. Пугна сэвит. Ну, очень-очень плохо всё делают, но манки-бизнеса не тратят БКБ. Сейчас у Драгонайта не будет очень-очень важного ресурса в ближайшем тимфайте. А ближайший тимфайт, я повторюсь, друзья, он будет за Рошана. Да, за второго. А второй Рошан с Шардом. Вот на месте Овнида я бы сейчас пошёл бы вот сюда, вот тут вот. Отпушил бы вот это вот всё дело. Ну, по боту я показываю, если что-то. Ты не видишь, наверное. Ну, короче, да, пошёл бы. У него травала есть, у него есть травала, он всегда может телепортироваться на аванпост, на крипов вот здесь и вступить в драку. Но он таким образом просто даст возможность, ну, то есть он поддавит бот-линию и кому-то из игроков Рейдинг придётся задумываться о том, что, типа, линия продавлена, надо приходить дефать и всё такое. Вот, это, это вообще не классно. То есть, когда если... Темпларка? Нет, не видит, прости. Продолжай. Да, я, в принципе, закончил мысль. Дабл дэмэдж активируется у Фейслос Вайда. Осталось его немножечко подождать. Бот телепортируется темпларка. А темпларка без телепорта. Вот темпларки, на самом деле, это делается... Да, да, да. Ну, он пешком сразу прибежал, а вот если сейчас до темпларки вырезать без хроносферы кого-нибудь, было бы сложно. Так ловушка, ловушка надо разливать. Дабл дэмэдж, дабл дэмэдж. Активирован у Вайда всё-таки. Закончилось время хранения. Это жесть. Какая нервотребная. Слушай, это одна из самых напряжённых игр, что я видел за последнее время на ДДС Эйля. Пацаны все прям вот tryhardят как жесть. Очень хочется побеждать, судя по всему. Потому что, когда не хочется, там сразу видно. Чисто люди идут просто вперёд и нажимают кнопочки. Кнопочки нажимают, кнопочки не жмутся, пишем ГГ, выходим. Обычно выглядит вот так вот. Так, преимущество всего лишь 5000 у Чилокс. Они прекрасно дают себе отчёт в том, что... Этот Рошан чрезвычайно важен. С этим Рошаном они могут закончить игру. Если они отдадут Рошана сопернику, то играть уже будет тяжеловато. Я не скажу... Короче, этот Рошан намного... Он скорее намного более важен Редиентом, чем Дайер. Потому что, отдав этого Рошана Редиент карту, скорее всего, проигрывают. Дайер же... Вообще не проигрывают. Ну, чуть тяжелее будет, да. Будет тяжелее. Но не проигрывают. Зная команду No Monkey Business, они... Ладно, Чилоксы тоже часто заливают, но... Мне кажется, чуть более дисциплинированно... В своей лучшей форме Чилокс более дисциплинированно отыгрывают, чем их оппонент. Про Ишракану вообще... Цена, может быть, мы убьем Рошана? Нет? Кто первый сдастся? У кого крепче нервы? Мне кажется, кстати, вот если говорить о том, кто более устойчив внутри Рошпита, именно вот сидя внутри Рошпита, я бы сказал, что это Чилоксы. У них, в принципе, более устойчивый драф, с точки зрения жира и всего остального. Так... И чё? Ультимейта Драгонайта? Нафига? Просто так? Напасть? Или это всё-таки напасть? Смотри, сейчас на плебо, на плебо, на плебо готовится атака. Овнет выходит. Блин, как они нагло идут? Они вообще не понимают, что происходит. Они понимают, он танкует просто. У него и Лотус, ему пофиг, он не умирает. А, умирает или не умирает? Ооо, он не умирает! Он не должен был умирать. Худак, нажми! Худак, чем нажми? Ладно, пофигу. Хроносфера по двоим. Это минус два, но байбеки, байбеки надо использовать и просто вноситься в вайда. Войд, 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 войд. БКБ заканчивается, его можно убивать, его можно убивать. И команда из-за ним, блин, есть у Templar Assassin'ки. Надо прыгать, надо прыгать. Не хочет прыгать. Не хочет прыгать. Надо сказать, добить, иншаттры, смелдад, чтооо?! Нет станов. А чё случилось? Вижена не было? Да и станов нет. В смысле, так неа, так моей смелда тычку дали. Видимо, тычка не долетела из-за Вижена. Из-за того, что не было Вижена. Из-за этого я не убила ваншотом. Скорей всего. Её должно было убить. Я должно было порвать просто за секунду. Обязательно. Я не знаю, что я не знаю Если драку выигрывают, радиант, но дайр повыкупаются, тогда они заберут рошана Такой вариант мы не разограли, в принципе, радиант не проиграли Если бы у шака был бэйбэк, то... Я думаю, что они продолжили бы драться, да, почему нет? Ну, классическая дилемма под названием отсутствие рефрешера на войде Сейчас уже люди понимают то, что надо ранними артефактами покупать Там, типа, четвертом, пятом Наверное, очень сильно порешало то, что ретро-грейд воткнул хроносферу в пугну Да, он вообще, кстати, пугнуто забрал, там, кто выкупался? Пугна и... Пугна и бэйн А бойского он закрыл в хроносфере и бэйбэк на лес Так вот, пугна, конечно, это мидер И мидер — это довольно важный элемент в любой команде Но все-таки эту игру выигрывает, в первую очередь, тампларк, во вторую очередь, некрофос То есть некрофос живет долго в драке, всех сжет и первым сплом дамажит неприятно Темпларка бьет рукой, она бьет рошанов, она бьет строение Намного жестче, чем пугна, естественно Поэтому надо вот стараться либо некрофоса убивать, либо темпларку Теперь у темпларки Аигас, очевидно, главной целью должен стать некрофос Ну, можно пугну без бэйбэка убить, это тоже будет прикольно Вот, но... Но, блин, не знаю, если вы убьете пугну и опять потеряете лишь рака, и эго в итоге получает найтмарс И здесь умирает это денежка для MTD Да, ладин, конечно, вот он играет 0.57 сейчас Вот это саппорт пятой позиции 0.57 Ну, как же он круто все делает, некрофос, да ладно в миде, неужто умрет Forstuff, терпит, Lotus Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Его невозможно будет и потом убить сегодня, вот Араска Не, сейчас уже всё, да, сейчас это герой, который не умрёт То есть он уже фуловый должен быть Блин, какая жесть, не хватает дамага капитально То есть это Искаймак ультанул И всё под Вейлом, и весь урон, короче, а тут Ну вот примерно об этом я и говорил Ну и всё, ГГ, я думаю, тут надо ливать Вайбека нету на войде, выйти Потому что купил себе, чё, мант купил, окей Ну я ожидал, что вот так вот всё произойдёт Не, 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 у меня к нему ноль претензий Здесь, правда, сложные Получилось играть доту Ну так, если вы Некрача не убиваете, то это значит, что Вы уже никого не убиваете Заедалось там, на Темпларке появился Дорвёт он на нормальной бараке Туда же вы нападаете Сейчас игра здесь закончится, ребят Если вы так будете делать Там уже не работает комбинация стан ДК плюс ульт Скаймага Потому что есть Форстаф у Некрофоса Есть ещё, наверное, у какого-нибудь, у Мейбек нету Вообще только у Некрофоса есть Но всё равно этого достаточно Потому что Некрофоса вы убить не можете А всех остальных он Форстаф Вторая линия падает Попытка подзацепить хлеба Мейбек стаем, начинает дамажить Есть Глимер, отступает здесь как может так Нича умирает, она без байбека Станы Лешрака, конечно, очень сильно мешают Но... Мэйбек стайм покатился Станы Лешрака очень сильно мешают Но... Плебо с Аигисом не остановить Ну всё, заканчиваем разминочку, что называется Ладно, у команды Резинд есть... Можем идти на вторую Да, последний... На самом деле, последний шанс есть что-то сделать в этой игре Это дать хорошую хроносферу И за хроносферу попытаться убить Темпларку как-то Вот, и... Что-то с этим... Что-то с этим вот Сообразить, но... Но не... В это верится мало очень Сейчас Аигис исчезнет Но у темпларки и БКБ И Бейнпад сейвит, если что Фейслос Войт хочет купить себе... Понятно, что он хочет себе купить Он хочет купить себе... Ну, или Файр Для понятных вполне вещей Это Шива, которую себе Егор везёт сейчас Шива довольно много здесь даёт Она хорошо снижает реген Ну, тут на скане, кстати, палятся А Бейн уже готов, если что, цепляет Красиво разблинковали здесь ребята Я видел одну игру Где Чилокс проиграли с Медузой Сломав сопернику два лайна С Медузой Ну, я думаю, что есть практически невозможно это сделать Всё ещё Нет ничего невозможного для команды Нет ничего невозможно Ну, вообще, да, я тоже мало верю Ну, просто скорее, ну, то есть Здесь даже если ты ошибаешься То тебя всё равно не убивают Просто потому что слишком мало дэмэджа Обидно за драфт свой дом Хотелось Так сказать, увидеть Чего-то Вместо этого мы не увидели ничего Я говорю о том, что вот недавно, на днях Вот просто вот играли СНГ квалификации Ну, эти, Восточная Европа Вот практически такими же драфтами вот выигрывали Вот два раза выиграли ЦС Реджик свой дом Так, Овниц здесь пайп купил Ну, удача пробить, парни Ну, вообще, вообще пофиг просто Дэээ Позиция хорошая Воид не видит, куда прыгнуть Для просвера, чё Ждём Все скиллы дали в Некровс БКБ все попрожимали А Некровс фула уедет Вопросы? Нету скадосов Нету скадоса Есть только Шива И больше ничего нету Так, то, что нажал В КБ нажал и Шрак, да? Да Ну, нажал и нажал, типа Чё-чё-чё Ну, или, кстати, так и не нажал бы, давай Ну, это, наверное, хорошо для Ванки Дизна Скорее, хорошо, чем плохо ДК с Аганимом тоже довольно-довольно круто Maybe next time С Гемом здесь бегает Вижен на тройке у Чиллокс прекрасный Пока Чиллокс демонстрирует весьма дисциплинированную игру Не ошибаются Пугна с фиксом Бежит Скаймак, сейчас будет попытку пить Пугну Очень поздно, Скаймак не успел страйфануться А там выход на энчантрас Энчантрас с фортстафом Глимер есть Отступает эго Пытается себя подхилить Но сейчас придет некрофос и жахнет косой Или не жахнет Или не жахнет Бейнбро А, хибис им много Ульт пангольера потратили Но там ДК формцы потратили Прыграет ретро-грейт Никого здесь не цепляет, естественно Они не хотят заканчивать игру, интересно Они же на датапарке Ульт пангольера Ну купайся, бро Сейчас кронсфера Ждем кронсферу по пятерым Два байбека Ладно Блин, как же Неужели от этого ничем не защититься Сейчас будет тильт хроносфера Смотри Я уже чувствую Растильтовочную Хрона Некрофос бежит Байтит на себя Ну ты понимаешь Даже если они нажимают хроносферу То они теряют третью линию Скорее всего То есть им нужно реально За хроносферу убить двух героев Вот как минимум То есть Некрофоса И еще кого-то Какой двух героев Им надо всю Всю компанию Потом, чтобы все байбекнулись Побежали к ним в трон И они потом без хроносферы Каким-то образом убили их То есть тут как бы Ситуация намного сложнее Чем просто убить Одного, двух, трех, четырех героев Нет, тут надо реально Тим вайб Потом тим вайб второй Причем они должны байбекнуться Ровно под появление Второй хроносферы И снова встать в пятером И снова там каким-то образом Погибнуть Проблема в том, что У них, ну в смысле У Монки Ну Монки Бизнесов Не будет Столько демеджа Чтобы их убить за хроносферу Даже за две, мне кажется Хроносферы Сложно убить всю команду Тут 3600 кп на регенях Ой Ну да, который Сейчас 109 в секунду Где-то 109 в секунду Это Это вообще не тот объем Кого? Некровцы? Который можно пробить Да Но у него там уже 200 Это под А, стаками Крипов убил 130 вот Да, реально Демеджи просто не хватает Демеджи просто не хватает Такой Придется Придется Выкупился Дрэгон Найто Как бы он не хотел Отсидеться в таверне Но выкупиться придется 50 секунд Он не затерпит Радян жмут глиф Это все прекрасно Радиант Тауэр Тауэр егор пашка больших от лишака все разгонась другого но это только но не ну я не знаю чипача разбежались почему они боятся 23000 перебарма а все-таки тут рашка на появился да правильно делают ну да да играть чисто понимаю наверное в этом вопросе право рейтинг нажимают смолк последней надежды успеют ли они на рошана или нет но они что-то как-то туда вообще не торопятся ничего бегут куда-то окольными им надо вообще максимально короткой траектории бежать чтобы успеть а тут мы и be next time уже смолк ревилет нападает а он готов умереть если что плюс айгис плюс и аганим плюс сыр аганим берет себе я не увидел кто вот короче взял аганим пангалер начинает кататься убили пугну есть из гриппа и сласовая косу ему сейчас просто жахнут и все он ничего не жмёт ни манта не бкб вообще ничего не жмёт я не знаю да первая карта у нас получилось довольно напряженной в начале но потом потом как-то уже стало не до смеха потому что нету в принципе доты наверно не стоит играть с такими героями вот как антимаг как фэйслес воид когда ты не рамзес когда ты не етора да когда ты не тяжело реально вот реально вот который какой раз мы уже видим на этой тир-два сцене пикается антимаг он проигрывает всегда даже если он 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 реально может быть хорош он реально может у нас же была катка где он камбэков да там слабенькие совсем были ну короче ладно такое даже если вот он хорош вот он все равно проигрывает пикается воид он тоже проигрывает ну потому что люди просто вот они ловят вот нельзя ошибаться вот играя на войде и на антимаги вот таким образом нельзя ошибаться это герои которые всегда играют на самом таком опасном геймплее да не всегда на острие они всегда стараются быть в максимально опасной точке и при этом не умирать но если у тебя не удается это сделать то ты умираешь и конец другое дело это медуза медуза бежит щит включила все умирают классно там лети не какой-то или кунка или вот темп ну то есть намного удобнее просто играть и наверное стоит брать на вооружение такую стратегию посмотрим смогут ли но у манки бизнес придумать что-нибудь на вторую карту вот и будет ли у нас полноценные серии из трех или человек содолеют оппонент своего мы узнаем это после небольшой рекламной музыкальной паузы друзья далеко не уходить